Привет, друзья! С вами HomeExpert. И сегодня мы расскажем, как превратить сильно уставший телевизор в современный гаджет для просмотра телеканалов и кино, а также прослушивание музыки и даже серфинга в сети. Для этого мы заказали целых три смарт-приставки от бренда Cadena по цене от 3,5 до 6,5 тысяч рублей. Сравнили их характеристики и сделали подробный обзор на одну модель. Но не будем забегать вперед. Наливайте себе кружку чая, усаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. Технические характеристики и отличия. Купить такую приставку несложно, но для этого нужно определиться, какая из приставок нужна именно вам. Для этого мы сравнили их между собой. Давайте начнем с того, в чем они похожи. Во-первых, это минималистичный внешний вид и компактный размер. Все три приставки легко вписываются в любой интерьер и не занимают много места. Во-вторых, это Bluetooth версии 5.0. Шустрый формат, который поддерживает все современные беспроводные устройства, такие как клавиатуры, мыши и колонки. В-третьих, Wi-Fi, работающий в двух частотных диапазонах. 2,4 ГГц, если нужен большой радиус действия. 5 ГГц для максимальной скорости соединения на относительно небольших расстояниях. Ну и в-четвертых, это разъемы. У всех моделей два USB второй версии, RJ45 для проводного доступа к сети, HDMI второй версии для подключения к телевизору и видеовыход 3,5 мм. Так чем же они отличаются? Об этом сейчас и расскажем. У них разные операционные системы, процессоры, количество оперативной и флеш-памяти. Самая скромная, она же самая бюджетная в линейке, Cadena Pro A-CSB230. Здесь на борту всего 2 ГБ оперативной памяти. Но вместе со встроенным графическим процессором этого вполне достаточно даже для того, чтобы воспроизводить видео в формате 4К. 8 ГБ встроенной памяти хватит, чтобы установить основной набор приложений из магазина Google Play, к которому есть доступ за счет операционной системы Android 10 AOSP. В общем, рабочая лошадка для тех, кто просто хочет смотреть видео и не заморачиваться. SCSB235 уже интереснее. Здесь более свежая версия Android, а именно 11 AOSP. Она стабильнее и более оптимизирована. Здесь те же 2 ГБ оперативной памяти, но чуть выше тактовая частота процессора. И уже 16 ГБ флеш-памяти для приложений из маркета. Так что для просмотра фильма в ТВ-каналу в высоком качестве эта приставка подойдет идеально. Ну и последняя в линейке X-CSB238. Ее-то мы рассмотрим подробнее. Это флагманская смарт-приставка в линейке. Под капотом тут 4-ядерный ARM-процессор с тактовой частотой 2 ГГц ровно. Уже 4 ГБ оперативной памяти. По меркам таких гаджетов очень прилично. 32 ГБ флеш-памяти тоже более чем достаточно для того, чтобы установить все необходимые приложения и даже больше. Версия Android здесь такая же, как и у второй модели. 11 AOSP. Традиции нарушать нельзя. А потому перейдем к распаковке. И начнем с самой коробки. Она сделана в минималистичном стильном дизайне. А приставку в такой упаковке не стыдно дарить даже без подарочной обертки. На коробке указана основная информация о том, что ждет нас внутри. Комплектация у всех моделей одинакова. Поэтому покажем на примере XCBS238. Сама приставка, адаптер питания, пульт, который подключается с помощью Bluetooth, а значит целиться в приставку не нужно. К тому же есть поддержка голосового управления Google Assistant. С ним общаться с гаджетом еще проще. Руководство пользователя и гарантийный талон на 12 месяцев. В нем указаны номера и сайт службы поддержки. HDMI кабель длиной 1 метр для подключения к телевизору. Обычно длиннее он и не нужен. И что всегда приятно, две батарейки типа 3А. Не нужно никуда бежать и что-то покупать. Все работает из коробки. Друзья, мы изучили характеристики трех смарт-приставок. Определили, чем они похожи и в чем их различия. Теперь настало время для тестов. И проводить их мы будем на примере все той же XCSB238. Для начала давайте подключим приставку и посмотрим, просто ли это сделать. Как видите, все понятно. Разберется даже бабушка. Теперь проведем первоначальную настройку. Весь процесс интуитивно понятный и не занимает много времени. Приставка готова к работе. Давайте оценим интерфейс. Все необходимое есть на главном экране. Переключаться между сервисами удобно. Можно выбрать первичный онлайн кинотеатр или смотреть видео на ютубе. Если вы не фанат онлайн-сервисов, можно подключить флешку. Качество картинки очень хорошее. Прогружается видео быстро. Никаких лагов нет. Так что сможете включить любимую подборку мультика в ребенку и не переживать, что он будет смотреть непонятный контент в интернете. У кадена XCSB238 есть голосовой ассистент. Проверим его в деле. Речь распознает хорошо, даже если на фоне есть посторонние шумы. Теперь подключим к приставке колонку и посмотрим, насколько просто это сделать. Отлично, все работает. Так что при желании вы сможете подключить к кадене любую периферию. Как мы уже говорили, у приставки есть 32 гигабайта оперативной памяти. Заходим в магазин приложений, начинаем загрузку. И вот уже приложение появилось на главном экране. Быстро и удобно. Друзья, настало время подвести итоги нашего обзора. Рассмотрим плюсы и минусы смарт-приставок в целом и модели от бренда Кадена в частности. И начнем с того, что Android очень удобен для такого рода гаджетов. Он открывает огромный выбор приложений в магазине от компании Google. А возможность подключения беспроводных мышей, клавиатуры, колонок еще больше расширяют ваши возможности. Приставки от Кадены могут подключаться к сети по Wi-Fi двух стандартов. А значит, не обязательно тянуть от роутера витую пару. Но отсюда вытекает один из немногочисленных минусов. Нет интернета, нет и ТВ-каналов. Если приставка нужна в основном для просмотра ТВ, есть бесплатные приложения для просмотра любимых каналов. Для просмотра роликов на YouTube тоже есть отдельное приложение. Приставки Кадена работают стабильно, без лагов и зависаний, даже во время воспроизведения видео в высоком разрешении. А если вдруг что-то случится, то есть гарантия на целый год. Есть сервисные центры по всей стране. К слову, приставка не только сертифицирована и обслуживается по гарантии. Производитель поможет с настройкой и удаленной диагностикой. Для этого нужно просто перейти по QR-коду с вложенной в коробку карточки и заполнить форму на официальном сайте. С вами свяжется специалист для персональной консультации и решения возникших вопросов. Друзья, на этом наш обзор смарт-приставок от бренда Кадена подошел к концу. И нам пора прощаться. Все ссылки мы оставили в описании. Переходите и более подробно изучайте понравившуюся модель. Не забывайте подписываться на канал. Впереди у нас еще много интересного. С вами был HomeExpert. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok